Год начинался прекрасно, и ничего не предвещало беды. Но всё перечеркнуло 24 февраля. Привет, друзья! Вот и подходит к концу 2022 год. По давней традиции принято подводить итоги года, вспоминать, что было хорошего и плохого. И делать выводы, чтобы плохое больше не повторялось. 2022 год оказался самым сложным в нашей жизни. Давайте вспомним этот год, восстановим всю хронологию и сделаем выводы. Ведь мы едва остались живы. Да-да, мы все могли погибнуть в этом году. А знаете почему? Давайте восстановим всю хронологию событий. А начинался год довольно весело. Начинался год просто прекрасно. Мы начали делать ремонт в нашем новом просторном доме. Полетели праздновать твое день рождения в Египет. И сбылась моя мечта из детства. Я побывала, и ты побывал, мы все вместе побывали на Великих Египетских пирамидах. Сегодня невероятный день. Просто невероятность. Свершилось чудо. Мы в Египте, в городе Гиза. И мы возле Великих пирамид. Пирамид. Год начинался прекрасно. И ничего не предвещало беды. Но все перечеркнуло 24 февраля. 24 февраля я проснулась первой. От сильных хлопков на улице. Первое, что я сделала, это открыла Facebook. И первое, что я там прочитала, это война. Россия напала на Украину. У меня был просто шок. Я сразу разбудила папу Тимы и рассказала, что происходит. Он быстренько собрался и поехал на забравку. Ведь в машине не было бензина. Дети в это время еще мирно спали. Но заправиться оказалось не так просто. Повсюду стояли километровые очереди. Папа стал в одну из них. Но бензин на заправке закончился раньше, чем он успел к ним добраться. Когда папа решил заехать в супермаркет. У нас в доме только начался ремонт. И еды в доме практически не было. Наш папа успел из магазина только выхватить несколько пачек каш, и какую-то колбасу, и пару буханок хлеба, и все. Люди выгребали все, что видели. Его не было несколько часов. Я дико переживала. Потом проснулись дети, а чуть позже полетели вертолеты. Мы наблюдали, как российские вертолеты обстреливают аэропорт Гастомеля прямо из детской спальни. Мы были в шоке. Наши военные начали подрывать мосты вокруг Киева, чтобы русские солдаты не могли зайти в столицу. Русские, в свою очередь, активно высаживали десант вокруг. Мы не понимали, куда нам можно ехать, а куда нет. И вообще не понимали, что нам делать. Мой разум отказывался верить в то, что Россия может напасть на нас. Ведь у нас с Россией много связей. Вот, например, мой папа, Тимун дедушка, родился в Башкирии. У нас осталось много родственников в Уфе и Ростове. У нас множество коллег в Москве. Мы сотрудничали много лет и прекрасно находили общий язык. А тут такое. Тогда мы записали на мобильный телефон первое наше видео. Тогда я и подумать не могла, что в России окажутся люди, которые могут поддерживать войну. Друзья, пять лет подряд, каждую субботу, мы выпускали для вас новое видео. Завтра видео не выйдет. У нас беда. У нас война. На нашу страну, на нас, на нашу Украину напала Россия. Киев. Мы в Киеве. Киев бомбят. Гудят сирены. И мы вынуждены прятаться в бомбоубежище. Они бомбят не только Луганскую и Донецкую область. Они бомбят Киев. Они бомбят Херсон. Они бомбят Харьков. По всей стране. Они... Друзья, остановите это. Этого не может быть. Я до последнего не верила, что это может быть. Но это случилось и это так. Мне написало много писем друзей и коллег из Москвы. Спасибо за поддержку, друзья. Здравомыслящие люди. Не хотят умные люди. Не хотят войны. Не хотят этого всего. Не сидите дома. Россияне, я в первую очередь обращаюсь к вам. У вас 150 миллионов. Только вы способны остановить этого обезумевшего Путина. Не сидите дома. Выходите на площади. Кричите «нет войне». Остановите это безумие. Не стреляйте. Не убивайте нас. Я наивно полагала, что все это можно остановить. Я начала активно писать всем родственникам из России. И все отвечали приблизительно одно и то же. Что мы можем сделать? Если мы скажем против, нас уволят. Если мы выйдем на площадь, нас посадят. У нас в стране все по-другому. У нас каждый может выйти на площадь с плакатом и битинговать против чего угодно. Одна родственница сказала мне, что им годами по телевизору показывают разное бесчинство фашистов. А я ей говорю, ведь вы были у нас в гостях. Никаких фашистов нет. Она говорит, а нам их постоянно показывают. И многие в это верят. И тут мне стало понятно. Масштабы вранья просто непостижимые. А цель только одна. Захватить Украину, а жителей России убедить в том, что так нужно. Благое дело. Спасатели, типа. Тем временем взрывы становились все громче. У нас пропала мобильная связь, интернет и свет. Помимо вертолетов, над нами, над нашей головой, начали пролетать самолеты. Они сбрасывали авиабомбы где-то недалеко от нас. Позвонить близким и родственникам было уже невозможно. Только иногда проскакивали смс. Родные не могли с нами связаться. Они смотрели новости и понимали весь ужас, который происходит. И они не знали, что с нами происходит. Из-за стресса у одной моей бабушки начал пропадать слух. А у второй начало прыгать давление. Впоследствии привело это к инсульту. А у нас еще был заряд в пауэрбанках. Поэтому мы продолжали снимать видео. Привет, друзья. Привет. У нас сегодня челлендж. 24 часа войны. Челлендж на выживание в реальной жизни. Неожиданно достаточно, да, Тим? Ну, не очень радостно, да? Не очень радостно. Друзья, у нас уже две недели война. И так сложилось с судьбой, что мы оказались в самой горячей точке, где идут боевые... Ну, не в самой, но в одной из самых горячих точек, где идут активные боевые действия. Мы здесь застряли, мы выехать не можем. Это мега опасно. У нас нет света, у нас нет электричества, света, отопления у нас нету. Потому что нету света. Да, у нас нет мобильной связи. У нас нету воды, потому что нету света. У нас нету интернета, потому что нету света. У нас нет интернета, вот так вот мы выживаем, а вам слабо, естественно выпускать новые видео мы не можем, но мы решили записать коротенькое видео, хотя бы просто коротенькую весточку, что мы живы, мы в порядке. Пока что. Мы не успели сделать ремонт в нашем новом доме, но мы успели поставить камин, который просто спасает нас, чтобы мы не замерзли и стали голодными, да, и в нем же мы готовим еду, мы не думали, что камин пригоден для того, чтобы готовить еду, но нет, можно, в кастрюлечке. Он просто для этого не продуман, но пригоден. Ну, два кирпичика, кастрюлечка и кашка варится. В общем, решили снять коротенькое видео, показать, как это все вот изнутри и вообще показать, как же мы что-то выживаем 24 часа в сутки. Покажем? Давай покажем. Давайте, давайте сюда вот к нашим. У нас красивые панорамные окна, практически в пол, да, Тим? Да. За гипсокартонины и за... Ну, ребята, там. Да, там. Да. Слышите, да? Да, губ, губ. Да, да. Это либо артиллерия... Артиллерия... Нет, это градская. Либо грады. Ну, вот так вот, ребята, мы живем сейчас под звуки града, под артиллерию. Мы видели, как летают военные самолеты, как они захватывают, как военные вертолеты захватывают, как самолеты сбрасывают бомбы. Все это мы наблюдаем. Это просто мега ужасно, потому что мы спим, живем постоянно вот в этих вот подбой, под звуки разрыва гранат. Поэтому наши большие панорамные окна, через которые мы наблюдали, как падает синяк, как бегают белочки, как полетают птицы, мы эти окна теперь закрыли гипсокартоном. Мы сняли его с потолка. Папочка, покажи потолок наш. Мы сняли его с потолка и закрыли гипсокартоном. Окна наши большие, панорамные, потому что если какая-то бомба упадет слишком близко, чтобы взрывной волной просто не выбило стекла и не поранило нас, мы прикрыли гипсокартоном стекла и часть стекол закрыли пленкой, чтобы какой-то свет попадал. Еще? Да, опять бомбят, так постоянно. Чтобы сохранялось еще тепло, потому что мы были вынуждены, мы только на втором этаже успели сделать ремонт. И то частично. И то частично, да. Да, мы не закончили отделку стен, но мы были вынуждены с наших новых красивых кроватей спустить вниз матрасы. И мы обосновались вот тут, да, мы обосновались вот здесь, поближе к камину, чтобы было хоть тепло, чтобы хоть как-то теплее, потому что на втором этаже нереально холодно в очереди, топления нет. Эмма вот рисует. Мы должны были на канал СуперЭмма, мы должны были снимать новые крутые видео. Про карандаши. Про карандаши, фломастеры, Сэндос, они ароматные, классные. Даже этот спинальчик тоже ароматный. И ручки, и Эмма ручки показывает, да. Мы должны были снимать видео. Видео, естественно, у нас, да, с подставочкой, да. Естественно, снять видео у нас возможности нету, потому что все аккумуляторы разряжены. Но фломастеры крутые, и они нас спасают. Эмма рисует целыми. Эмму спасают от скуки. Еще мы начали снимать динозавров. Вот таких дино-экс-крутые динозавры. Это выросло, вот эта громадина, из маленького яйца вот такого. То есть, тоже классная штука. Вы начали снимать видео, но не успели. Да. Закончить его. Они должны были вырасти, мы должны были снять видео, а потом прилетели они. Спасатели наши, освободители. Ну, ладно. А, еще, ребята, еще мы начали снимать про Фредди, сериал новый. Мы отсняли первую серию, но не успели ее смонтировать, потому что у нас пропал свет и интернет. И как ее монтировать? Ой, да, ребята, пишите в комментариях какие-то слова поддержки, жмите лайк, поддержите нас, да, молитесь за нас, чтобы мы из всей этой передряги выбрались живыми и невредимыми. И главное, что я хотела сегодня сказать. Война – это огромное, огромное зло. Никакого оправдания, никакого повода, никакого в жизни не существует ничего, чтобы могло бы оправдать войну. Военное вторжение, чтобы прийти в чужой дом, в чужую страну с оружием, разрушать дома, разрушать человеческие жизни и судьбы, убивать детей, потому что у нас, у нас, когда бросают бомбы с самолетов, они попадают в жилые дома. Погибло большое количество детей. Но я об этом не буду рассказывать, потому что, я думаю, вы все это видели в новостях. Главное, что я хочу сказать, что оправданий никаких не может быть, никаких. Ни один повод не оправдывает вот это зло, которое вот сейчас несется. Что, Эмочка? Что? Это подошло. Эдми к нам тоже подошло. В общем, это большое зло. Могут быть войны экономические, могут быть войны политические. Но прийти к кому-то дом в дом и убивать ни в чем неповинных людей, ни в чем неповинных детей нельзя. Такое делать нельзя. Это зло, которое обязательно должно быть и будет наказано. Ну, я в это верю. Ну, этого нельзя допускать. Все люди, все вот дети, люди, которые добрые, которые думающие, должны приложить все усилия, чтобы в мире не было воин. Ну и, конечно, поскорее прекратить войну у нас, потому что мы просто выживаем. Поддержите нас лайком, подпиской, колокольчиком и до связи. Пока. Будет возможность, мы отправим вам еще весточку. Пока, друзья. Пока. Пока. В ночь на 4 марта спать было уже невозможно. С одной стороны на нас наступали российские войска, с другой стороны по ним била наша артиллерия. Одни стреляли в одну сторону, другие стреляли в другую сторону, а мы оказались посередине. И снаряды летали прямо у нас над головой. Один снаряд упал в 20 метрах от нашего дома. Грохот был такой, что задрожал весь дом. Мы спрятались в бойлерной и просидели там всю ночь. Но грохот был такой, что спать было невозможно. Просто дрожала земля под ногами, а в небе было огненное зарево. Все немного стихло только под утро. Утро началось с автоматных очередей. У нас под окнами поехала колонна БТР вражеской российской армии. Мы поняли, что в оккупации. Они ограбили магазинчик, который был возле нас. Просто наехали БМД, хайна-холодильник, выбили двери и вытянули оттуда все, что только можно. Мы поняли, что остались без продуктов. Выходить из дома стало опасно. А на следующий день российская армия начала зачищать территорию. Они заходили во все дома, искали людей с оружием и по ходу собирали понравившиеся им ценные вещи. К нам в дом они заехали на БТР. Человек 15 вооруженных до зубов. Они начали выламывать двери и пришлось им открыть. Этот день был самым страшным. Я думала, нас просто всех застрелят. Но, к счастью, нас они не трогали. Пафе немного досталось. Они ему угрожали, допрашивали и проверяли переписки в телефоне. Забрали только экшн-камеру и ушли. Но в домах, где люди выехали, они грабили очень сильно. У наших соседей слева вынесли все золото, мобильные телефоны, дорогие гаджеты, забрали инструменты даже и новенькую пятую PlayStation. Но соседям справа повезло намного меньше. Чем-то не понравился им наш сосед, и они повалили его на землю и чуть не убили. Хорошо, что выбежала бабушка-соседка. Она упала просто на колени и умоляла не убивать. Они сжалились и оставили в живых. Но забрали все деньги и ценные вещи. После визита русских солдат в наш дом мы еще долго отходили от шока. А потом записали следующее видео. Хотя ни физических, ни моральных сил уже не было. Гри-гри-гри-гри. Наш каминчик. Выбирайте. Сегодня, ребята, у нас снова челлендж. Челлендж на выживание. 24 часа в оккупации. Челлендж на выживание. В реальной жизни. Самый что ни на есть реальный, друзья. Не выживешь, больше видео не снимать. Да. Вообще. Никаких. Ради видео стоит выживать. Правда? Сегодня на улице мороз. Активно у нас горит камин. Папа с Тимой целыми днями только делают, что пиляют и колют дрова, чтобы мы могли согреться. Но удерживаем 15 градусов. Конечно, не жарко, но выживать можно. Хорошо. Хорошо. Не жарко, а хорошо. Да, да. Друзья, только-только дали свет буквально на несколько часов, дали электричество, появился интернет, по новостям прозвучала информация, что врага оттиснули поглубже, мы обрадовались, что ура, все налаживается. Идем есть, и тут вдруг, бум, и тут началось. Такой бабах в 6 часов вечера, затряслись окна, затряслись стены, затряслися даже пол, в небе поднялась зарево, да? Да. И с 6 вечера до 2 часов ночи не прекращался бой, просто в небо пылало, все тряслось, снаряды падали вокруг. Мы спрятались в бойлерной, так как мы не планировали, мы не думали, что будет война, мы не предполагали, мы бункер не строили, и даже подвала у нас не оказалось, поэтому мы спрятались в бойлерной, это у нас самое такое защищенное место. Меня 6 часов нервно трясло там, потому что снаряды разрывались просто со всех сторон, они летали над головой. В общем, то, что мы пережили словами не передать. Один снаряд упал достаточно недалеко от нашего дома, на соседей улочке, это где-то метров 150 от нас. В общем, ребята, настоящий челлендж выживания, Тим, если выйдем отсюда, мы выйдем отсюда, мы выйдем обязательно сильнее. Да, да, да. На следующее утро, естественно, ночью мы не спали, мы слышим гул техники, смотрим в окно, а по нашей улице, по окну, под окном проезжает огромная колонна техники. Они едут, едут, и свет резко отключается. Ну, свет, да. Свет, интернет, все пропало перед этим, а потом поехали они. Огромнейшая просто колонна, она то проехала, то встала, то проехала, то встала, и тут был новый челлендж, и новая трясучка, потому что, я думаю, если откроют наш огонь, то тут прям по нам будет. То и от нас ничего не останется. Да. Поэтому мы надеялись, что они просто мирно проедут, и все. Ну, в общем, они проехали спокойно, к счастью. Да, да, да. Но мы поняли, что мы в оккупации. Мы поняли, что мы в оккупации. На следующий день к нам пришли гости. К нам пришли гости. Проверить, нет ли диверсантов. Естественно, диверсантов среди нас нет. Спасибо им, что они оставили нас живыми и здоровыми. Забрали только экшн-камеру. И на том спасибо. Хотя стрессануло нас еще так. Мы приехали сюда порешать ремонтные вопросы. Ребята, кто постоянно смотрит, кто знает, что мы делали в доме ремонт. Мы его еще не успели сделать. И, естественно, у нас не было запасов еды больших запасов. Наш запас еды это уже сколько длится? Две, три недели. Я уже сбилась со счета сколько это длится? Две недели. Война, оккупация. Да, но как видео выйдет позже. Ну да. Запасы еды у нас начали заканчиваться. Тепла, света, интернета, естественно, тоже нет. Гости, которые к нам зашли, они прошлись по всем домам. Все дома раскрыли, окна разбили. Поэтому, соседи наши, извините нас, пожалуйста. Мы, мы зашли к вам в дом. Ну, раз вас уже открыли. Да, вас открыли, дом пустой. Мы зашли и взяли каши, крупы, сейчас мы покажем. Нам так стыдно, неудобно, но нам надо как-то выжить. Как только все это прекратится, война закончится, мы купим все продукты, еще больше. Да, еще больше, и даже все улицы устроим. Принесем вам, все вернем. Ну, мы у вас одолжили каш, круп, и нашли у вас варенье. Ребята, извините, нам безумно стыдно, но так получилось, нам надо как-то выжить, и как-то надо, да, накормить вот этих, вот этих кнов. у нас, давайте я вам покажу. У нас из наших запасов осталось, по сути, только пачка гречки, гранола, несколько супов, и вот, остатки былой роскоши. Ризотто. Ризотто с трюфелем, пармезаном и белым вином. О, ну да. Там еще и полента с лисичками. Да, и полента с лисичками. Вот это все. И моцареллы. Это и моцареллы. Это все остатки былой роскоши. Ну, как бы на этом долго не протянешь. Поэтому, сколько продлится война и наша оккупация, вообще неизвестно. Но, спасибо соседи, спасибо, еще раз извините, все вернем. Нам удалось пополнить наш запас вот еще на рис, на манную крупу, немножко болгура, сахар. Много сахара. Очень много. Чечевица. В общем, ребятки, вам это... А, еще макарошки. Макарончики с пагетти. Мини-макарошки. Ребята, вы нас спасаете. Вы просто нас спасаете. Мы еще нашли у вас варенье с вишенками. Ой, это я не знаю, с чем. Что-то перемеленное. Хотя, мне кажется, даже не варенье. С клубничкой. В общем, ребята, мы все вернем, все вернем. Мы закрыли ваш дом, потому что его вскрыли, естественно. В вашей машине прострелили, пробили колеса. Да, ну, тут мы не могли ничего сделать, но мы закрыли ваши ворота, мы закрыли дом, чтобы мародеры не залезли, но одолжили у вас еды. Извините, вернем. в общем, мы держимся, да, ребята, молитесь за нас, жмите лайк. Ой, еще раз скажу, что этот ужас весь, эта война, она ничем не оправдана, нет таких поводов просто в мире, чтобы столько горя делать. Всегда можно искать пути решения, договариваться, пускай воевать экономически и политически, но не убивать людей, не бомбить. Друзья, все, кто может что-либо сделать, чтобы это все остановить, пожалуйста, повлияйте, чтобы это все скорее закончилось. Война, это большое зло. Ну что, будет возможность, мы, если будет достаточно спокойно на улицах и мы сможем выйти, мы вам покажем снаряд, который упал просто рядышком на улице. И до следующих встреч, до следующих включений, как только будет возможность снять видео и отправить вам весточку, мы это обязательно сделаем. Друзья, ставьте лайк, подписочку, поддержите нас, нам очень сложно, но мы держимся. Пока-пока. Пока. Этот период был очень сложным для нас. Мы, как могли, грели дом дровами. Тима научился колоть дрова в этот период. Носили воду из колодца и в камине готовили еду. Недалеко от нашего дома российские солдаты поставили артиллерию и стреляли днем и ночью. Мы ложились спать и не знали, проснемся утром или нет. Надежда на спасение появилась тогда, когда по зеленому коридору начали выводить людей. Наш регион попал в списки 9 марта. Оставлять дом было очень сложно, ведь мы не знали, вернемся когда-то назад или нет. Но сомнений ехать или нет у нас тоже не было. Выбираясь из оккупированной российскими солдатами территории, я продолжала снимать видео, хотя понимала, что это может стоить мне жизни. Привет, друзья! Привет! Нам дали зеленый коридор, мы будем пытаться выехать из этой очень опасной зоны. Монка едет, Тима едет, мы едем, Тима с собой тащит гитару. Я ее тут не оставлю. Тут мега опасно, блокпосты мы снимать не сможем, но мы едем. Друзья, посмотрите, что российские военные сделали с нашим городом, с нашей Украиной. Еще недавно тут жили мирные люди, ни в чем не повинные дети. Вот так выглядит наш Макдональдс, после которого летом мы снимали челлендж 24 часа. Купили всю еду из Макдональдса. А вот это супермаркет Новус, в котором мы практически каждый день покупали продукты и всякие вкусняшки. Тут был самый вкусный свеже испеченный зерновой хлеб и рыбные рулеты. А вот это новенький жилой комплекс. Люди только купили квартиры и планировали счастливо тут жить. А вот это горит новенький коттеджный городок. Очень современный и красивый. снаряд попал в дом, где находятся отделения розетки и почты, где мы сотни раз забирали посылки для съемок новых видео. А еще мы проехали мимо этого дома и этого и этого снаряд в и еще дымит. Видно. Сейчас попытаюсь с этой стороны показать. Вон попал снаряд в крышу дома и как раз он еще дымит. Да. Хоть коридор и зеленый, но он мега опасный. Зеленый. не едем. А вот тут расстрелянная машина с красным крестом. Волонтеры пытались помочь людям. На земле лежит картошка, теплые вещи. Но они не доехали. в общем, ребята, мы добрались. Мы выехали из оккупированной территории. Мы добрались до пункта перевалочного, да? Спасибо, наверное, волонтерам, скажем, да, ребята? супер. Волонтеры, большое вам спасибо, потому что у нас тут и голубцы, и варенички, и бутерброды, и даже бисквит, чай. Да? Покормили. Огромное вам спасибо. огурцы, помидорчики, и даже сало, и даже сало. Кушай, Тимчик, потому что у нас был тяжелый период. Кушай. И, возможно, мы еще дальше поедем. Да. Едем дальше, ребята. Едем, едем с перевалочного пункта, едем домой. И, что приятно, едем в сопровождении полиции. А нас просто как самых glamorous, как ютьюперов, сопровождают. Как ютьюперов? Да, нас как ютьюперов, сопровождают, как самых… Да. Да, вот. А тех ребят не как ютьюберов, тех ребят, которые впереди нас едут, просто сопровождают. А может быть, какая ютьюберы? Ну, в общем, приятно, что сопровождают, потому что дорога достаточно опасная, хотя мы уже на своей земле, мы и там были на своей земле, но на свободной ее части, так скажем. Мы выехали в безопасное место, но наблюдать за тем, как российская армия рушит все вокруг, торговые центры, новенькие дома, инфраструктуру, было мучительно больно. Казалось, весь мир наш рушится. Но через месяц украинская армия выбила русских солдат из киевского региона. И когда нам разрешили возвращаться, мы поехали домой. Привет, друзья! У нас сегодня четвертый влог о войне. Мы снимали видео, как мы попали в войну, как мы были в оккупации, как мы выбирались из оккупации. И теперь как мы приезжаем в место, где мы когда-то были в оккупации. И теперь, как мы едем домой, теперь влог, как мы едем домой, покажем вам все, что мы видим по дороге. И интересно, уцелел наш дом или нет, сегодня все увидим и узнаем. Да. Тима с папой куда-то пошли. Слушайте, а наши военные говорят, никуда с дорог не сходить, ребятки. А тут уже тропинки вытоптыны. Вытоптыны. Наши военные говорят, никуда с асфальта не сходить. А тут все останавливаются, все фоткают. И так, папочка, селфи. А тут просто уже все, что-то, что-то произойдет, если не лезет. Тут уже все произошло. Все произошло. А вот тут еще хотят, давай я хочу еще здесь снять. Здесь много танков, да? Сколько их 10? Смотрите, а он все-таки прет туда. Тим, ты все-таки прешься туда, да? Не боишься? Нет. Тима, на пупку залезь. Сейчас я тебя сфоткаю. Не надо никуда лезть, Тим. А ну, стой на месте, и сейчас будет селфи. Вернее, не селфи, а фото. Я хочу вам кое-что показать. Что ты хочешь показать? О, да, вот такой вот еще такой вот танк. Все, что было внутри, все сгорело. Эффектно. Да. Ну, тут, кстати, достаточно опасно, да? Да. И голова танка есть. Голова танка? Смотри, ну я... И вид голова. Ну, я думаю, что здесь все разминировали уже. Потому что все ходят, все фоткаются. Тима гусеницу нашел. Тиме надо обязательно куда-то вылезти. Правда, почисть от болота, почисть. Давай, давай, давай. Тима. Вот дури, да? Так, она лежала. Я тебе было подвели. Ага, вот. Кто-то отбил... Кто-то голову потерял, да? Там. Те. Так-то. Там. Это я огонь. Там ты голову потерял. Ну, вот так. Вон, смотри, Тим. Тим, я тебя прошу, не надо на все это вылазить, а, Тим. Там не тяжело. Тим, вы будете сейчас грязь. Смотри на... Смотри на свои руки, Тим. О-о-о, классно. Классно. Вот меня точно трогать не надо. Тима, ты... Правый танк. Правый танк вообще? Они ржавые, взорванные, сгоревшие. Ну, там есть танк, целенький, красивенький, только, только бензин. Какой-нибудь. Тимочка, нет, они тут все сгоревшие, все поломаны. Тут целеньких, красивеньких нет. Тут все гореленькие. Тима, опять куда-то лезет? Что это за пацан такой, а? Левака. Левак. Ну, сладишь, Тима? Тима, сладь. Ну, вот там, красивенький танк. Красивенький, красивенький и гореленький. Мне в таком виде тоже больше нравится. Да. Ну, мужики, я думаю, что наши... Мы только начали впечатляться, да? Да, мы только так подъехали. Я думаю, что наше возвращение здесь будет фееричным, да? Да, Тим? Да. Тима, что-то так задумался. Кто-то так бежал, что аж без штанов. Что, Тима, нашел снаряды? Да. А, ну, он разорванный уже. Ну, в общем, все, что видим, вот, железное и непонятное, ничего не трогаем. Здесь, конечно, все разминировали, но лучше все равно ничего не трогать. Да, бомба может быть. Конечно. Нет. Да. Ну, в общем, посмотрели, едем дальше. Есть что показать. Да. Очень жутко. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот спрашивается, кому мешал торговый центр? Зачем ему надо было взрывать? Не знаю, Тим, у меня нет ответа на этот вопрос. Просто торговый центр, просто с товарами для дома и сада. Фашизм какой-то. Такой был новенький, такой был красивый торговый центр. И вот, что с ним сделали. Вот она, что творит Россия. Вот чем, вот чем мешал торговый центр. С обоями, красками, лаками, концтоварами. А вот снаряд попал просто в жилой дом. Ну вот, а здесь какая военная база? Просто чистый фашизм. И еще. Просто жилой дом. И никаких военных баз. Вон там есть. Сейчас все покажу. Я надеюсь, все. Все. Вот они русские, сколько нам беды наделали. Казалось бы, сидите дома, растите детей, зарабатывайте деньги, путешествуйте. Приперлись сюда. Столько беды наделали. Просто жилой дом. Просто живут люди. Жили. Просто еще один дом, да. Там вон магазин тоже. Так. Чуть-чуть пострадал. Ну как так можно? И я не знаю. Вот смотрю в камеру и смотрю вживую. Вот никакая камера не передает, да? Да. Не передает ни ощущения, ни картинки, ни эмоции. Вот этот запах горелого, который здесь еще стоит. Паскуды, да, Тим? Вот она, красота. Возвращение домой, да, Тимчик? Да. Смотрите, расцвели сакуры. Все красиво. Сакуры. Прекрасная. Да, мама. Красивая церковь. А вот здесь у нас последствия русского мира, да, Тим? Посмотрите. Ой, какой красивый, краснотачный городок. Тимчик, Тим, выходим аккуратно. Смотрим под ноги. Посмотри. Тут салфетка дезинфицирующая. Ребята, это не наше. Смотрите, салфетка дезинфицирующая. Это русских, между прочим. Смотрите, тут, наверное, остатки каких-то пайков. Смотрите, в теле. Из говядины. Вот оно, возвращение. Эбочка! Смотри. Тюльпаны. И айскримчики наши тюльпаны расцвели. Смотри. Смотри, наши тюльпаны, Эмма. Я думала, мы их не увидим. Этот уже, я думала, они отцветут. А, ну нет, смотри. Класс, правда? Да. Они нас дождались, Эммочка. Сейчас это все уберем, да? Уберем это все, обязательно помоем. Да. Ой, помоем, польем их. Пока не трогай, надо аккуратненько достать, чтобы не поломать. Мама, ты же тюльпаны любишь, да? Здрасте, я тебя сорву. Я тебя сорву. Так, а вот это что это такая за штучка? Так, не трогаем, не трогаем. Я не знаю, что это. Это называется, мам, для пасочек. А, это наша пасочка? Да. Ну, на всякий случай не трогаем. И еще один вот. Индивидуальный рацион питания. Тоже остался подарочек. Посмотрим, нет ли там никакой думбы там не оставили. Ну, не похоже. Вот сколько здесь воспоминаний. Вот именно здесь мы переживали бомбежки. Ой-ой-ой-ой. О, свет! Есть свет! Горит! Ты видела там целый пакет от этого, чтобы приходить? Да, да, я даже засняла. Да, даже засняла. Что там, мамочка? Ну, все, отцепливаем. И тут, ось, мама, мало-то туда осталось. Ложенщик, папу, прочитайте. Да, Эммочка написала мне. Дорогая мамочка, я тебя люблю. Восьмерочка и цветочек. Ты, мамы, на солнышко, да? У нас было очень необычное 8 марта, да? Да, снег был. Да, снег был. Снег был тоже, снег был, кстати, потрясающий. Красота была. 8 марта. Снег тоже хотела поджигавить. Точно. Все, разбираем наши конструкции, да? Все, окна можно открывать. Вот, Тима, там что-то рассверливает. Я. О, 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 пошло, пошло. Пошло, пошло. Отдираем. Пошел скотч. Запах тут, конечно, еще тот. Много всего испортилось. Вот кто-то недоел рис. О, дети, кто недоел рис? Дети. А, может, сейчас доесть? Нет, сейчас доесть не надо. Вот наша кастрюлька, которая нас спасла, тоже грязнющая, конечно. Да? Да. Да. Не, не, не было света. Мы, мы просто, да, и я выпала ли в камине. Да, но она нас спасла, да, и камин нас спас. Мы готовили здесь кушать, но мы показывали, да, это все ребятам. Ребята, я надеюсь, вы все это видели. Да. Наезды, наезды не видели, обязательно посмотрите. Ссылочка есть в описании под видео, да, обязательно посмотрите. Хроники, как мы были в оккупации, да? 24 часа. 24 часа. А теперь, ребята, 24 часа будем разбирать все то, что мы тут набаррикадировали. 24 часа рассверливать. Убирать, наводить порядок, выбрасывать все то, что завонялось. Нас не было два месяца. Вот, смотрите, вареничка, ребятка. Вареничка не дождалась вас. Но зато натуропродукт, но не выдержала. Сухари, ребятки, а сухари ничего, стратегический запас. Еще даже могли продержаться пару дней. Ладно, у мамы еще поужинать. О, точно, сухарь. Так, Тимчик, помогай папе. Сухарь с медом. Будет ма. Да. Да, кстати, ребятки, да, закрывали окна гипсокартоном, пленкой, как раз под обстрелами, под бомбардировками. Да, да. Тогда настроение было совсем другое. Ой, это исторический момент. Открываем окна. Да будет свет. Там еще один. Еще шуруповертик. Еще один шурупчик. Еще один, а, да, шурупчик. И вот он момент. Свет. Да, ура. Ворвался в эту комнату. И откроем окна, все проветрим. И будем дальше крутить. Классно. Вот он свет. Смотри, еще нашла. Сыр какой-то. Сыр плавленый. Сейчас разберемся все, что едят русские военные. Вот еще. Вон, смотри. Индивидуальный рацион питания. Это я вижу, что... Короче, у нас здесь... Ого. Вот он. О, индивидуальный рацион питания. О, я не так понимаю. Ничего себе. Да тут смотри, сколько пунктов. Ничего себе. Галеты, консервы. Мясо растительное. Плов с говядиной, жаркой. Ого. Растительное, это что? Они что, его на деревья выросли? Нет, это, например... Нет, это, например, к мясу добавляют сою. На вкус похоже. Ну, чуть-чуть дешевле. Но питательно, тем не менее. Давай посмотрим, где тут что еще. Вот еще, смотрите. Вот нам с вами убирать, да? И тут что? Еще сыр плавленый. Все будем так вот на кучу складывать. Пакеты выбрасывать. Не могли. Не могли не нагадить, да? Нагадили как только могли, да? Вот освободить его. Упирать его. Да. Вон, смотри, еще следы. Доказательства. Вот это у нас упаковочка. Это у нас плов. Не знаю. Понятия не имею, да? Можешь. Вот еще, Эмочка, аккуратно. Аккуратно. Здесь что-то было непонятное. Эмма был для поджига. А, разогреватель портативный. Прикольно. То есть даже чтобы тепленько было, да? Не бери, пожалуйста, Эмма. Ну, не влазь. Вот кончало. Вот, вот. Так. А, где чтобы не было? Я поняла, да. А, ну, чтобы было тепленькое покушать, да? Жаркое. Жаркое по-домашнему. А вот тут, наверное, холодное. Мясо птицы. Еще птичьего. А то что? Плов. Вот так вот это все вот выглядит. Какая-то окоровка. Смотрите. ОТК. Ага, еще, смотрите, жаркое. Ложечка. Холодного. Салфетка дезинфицирующая. Слушай, а салфетка дезинфицирующая закрытая? Еще пловы. А, Эмма еще нашла плов, да. О, вот тут и я. Да. Ну, короче, руки вытирать не обязательно. Главное, чтобы было что-то пожрать, да? Даже закрытая. Это и мне понадобилось. Ты кабачок валяешь. Кабачок-то нет, но старый, прошлогодний. Мы же тут не успели навести порядок, да? Нет. Ну, короче, а это что? Что еще они тут сидят? А, майский чай. Кстати, чай тоже не пьют, упакованный. Попробовать не хочешь? Нет. Нет, спасибо. А они же все равно невкусные. Так, майский чай. Что еще тут? Что еще здесь? О, сгущенные, подожди, консервы, молокосодержащие, сгущенная паста шоколадно-ореховая. Понял? Понял? Ничего себе. Это нутелла называется. Да? Да. Нутелла по-российски. А это что за коробочка интересная? Natural spray. Какой-то спрей. Ты же не знаю, это может быть опасно брать? Не берите пока, детки. Ничего не берите. Тим! Ничего не трогаем? Так что это кусок забора. Чего? Да, ну, может быть, давайте только лучше вы не лезете. Давайте мы с папой аккуратненько все посмотрим. Давай. Давай, наводим порядок дальше. Новенький торговый центр, да, Тим? Он вообще новенький. Самый-самый новенький. Но уже потихонечку окна вставляют. Да. Битое убирают по чуть-чуть. Ну, вот так. И вот он, бедненький Макдональдс, да? Расстреляли паскуды такие. Это ломились вовнутрь, да? Смотри, а стекло такое прочное. Наверное, триплекс, да? Смотри. Пуля попала. Оно не рассыпалось. Ну, может, рассыпаться, Тим, потому... Нет, не надо, Тим. Не надо. Нет, я знаю. Давай мы ряжем какой-нибудь. Нет, не надо. Ну, в принципе, Макдональдс не сильно пострадал, поэтому будем ждать открытия, да? Да. Относительно. Все в этом мире относительно. Война длится уже более 300 дней. Мы продолжаем делать ремонт, как можем, и продолжаем снимать для вас видео. Сейчас Россия активно обстреливает нашу инфраструктуру. Теплоэлектростанции и энергетические сети, чтобы оставить нас без тепла и света. И ей это удается. После последнего обстрела мы сидели совершенно без света 3 дня. Чтобы дальше снимать видео, мы купили генератор, запаслись дровами и не унываем. Победа будет за нами, я не сомневаюсь. А знаешь почему? Почему? Потому что на нашей стороне правда. А у кого правда, тот и сильнее. Удачи вам всем, друзья, в новом году. Я всем нам желаю, чтобы война поскорее закончилась и больше никогда не повторялась. Всем нам желаю только мирных соседей, чтобы с радостью ходить друг к другу в гости. И чтобы ни один ребенок больше не знал, что такое воздушная тревога, ракетный обстрел, как стреляют грады, артиллерия, танки. Тиме и Эмме все это довелось услышать и узнать. Мира всем нам в новом году! С Новым годом! С новым счастьем!